Приветствую вас, и если говорить одним словом, одной фразой, то то, что вам нужно сделать, то, что вам можно сделать в этой ситуации, это, наверное, менять свое поведение и отношение к мужчинам. Потому что, если парни начинают вас избегать, значит, по определению вы перестаете их в чем-то устраивать. Вам думают, что вы ведете себя правильно, верно и так же, а они видят это в каком-то негативном ключе. Даже при условии, если вы не хотите, не готовите для них ничего дурного. И в этой ситуации речь идет, скорее всего, о излишней потребности в них. То есть вы сами нарушаете их личную границу. Вы сами нарушаете личные рамки человека, требуя от него, от человека того, что он дать вам, скорее всего, не может. И из-за того, что человек дать вам того, чего вы от него хотите, не может, у него появляется ощущение, что вы используете его для собственных целей. И отсюда, как следствие, его избегание. То есть вообще говоря, вам нужно просто-напросто воссоздать картину того, как вы себя ведете с людьми, с мужчинами. Что вы делаете, как вы с ними общаетесь и так далее. И вот ответив себе на эти вопросы, вы и сможете увидеть для себя, что ли вам делать дальше. Очевидно, что требуется коррекция поведения, вашего поведения. Причиной которого, причинами которого являются какие-то негативные моменты, негативные установки, вроде комплексов, неуверенности в себе, проектирование своих желаний на других людей и так далее. Но я совершенно точно могу вам сказать, от чего парни никогда не будут бегать, в том числе и от вас. Они никогда не будут бегать, если вы будете все свои усилия, все свои ресурсы складывать в них. Вот тогда они никогда от вас не будут бегать, если вы будете думать о них. Если вы будете всеми силами стараться дать им то, что нужно. И всеми силами стараться осуществить, реализовать их желания. Тогда никто из парней, я имею ввиду из здравомыслящих парней, вас не будет избегать. Просто потому, что это, ну, мягко говоря, было бы странно. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...